Арина Бородина 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 Я встречала по дороге молодых людей, которые смотрели, поворачивались назад, снимали, фотографировали и говорили, неужели опять скажут тысячу? А я говорю, скажут пятьсот, я сказала им. Но на этот раз все-таки, наверное, надеюсь, что не скажут, что пятьсот, а скажут пять. Но пять тысяч уже хорошо. Даже если скажут двадцать пять, скажут, посмотрите, вон, двадцать пять тысяч либералов, это все, что у нас есть. Сколько бы ни сказали, все равно скажут плохо. По крайней мере, скажут, что меньше не стало. Да, но это мы сейчас с вами скажем. Давайте тогда сравнивать. Вот первое, о чем говорили накануне этого митинга, будет больше, будет меньше. Если меньше, то почему? И если больше, то почему? Давайте так. Если стало больше. А стало больше? Нет, нет. Я, кстати, думаю, что, как сказать, по людям, вот самое приятное ведь ощущение качества этого марша. Нам ведь очень важно, чтобы там было множество людей совершенно разных страт. И вот в этот раз это было действительно так. То есть там митинги на Болотной, да, они просто оскорбляли каким-то однообразием выходцев примерно из одной среды. Вот на этих маршах нет. Люди совершенно разные. Иной раз и, так сказать, и не подумал бы, что у такого человека есть принципиальная позиция по Украине, по вопросу, который является для нас, для всех там самым сложным. И, тем не менее, очень разные люди. А смотрите, Андрей, давайте тогда сразу. Все-таки, если не стало, явно не стало меньше. Тут все, наверное, согласны. Если, может быть, даже стало больше, то почему не испугались, почему не передумали, почему все-таки пришли? Потому что было большое давление, были издевательства. Марш был назван как угодно. Марш подлецов, пятых колонн, вы знаете. Почему люди идут? На самом деле, потому что нету никаких 84%, о которых твердит пропаганда, и как бы не давили, и как бы не пугали, и как бы не, в общем-то, называли всех нас подлецами и предателями. В итоге подлецов и предателей было три с половиной коллеги, которые стояли с флагами Новороссии и забрасывали камнями и тухлыми яйцами. И все их имена известны, и очевидно, откуда эти люди взялись и зачем они там были. Но еще с ними было еще три с половиной сумасшедших городских. Я, кстати, не называл их сумасшедшими, я перед входом, еще перед рамкой, я обратил внимание, это случается стихийно, это уже не первый раз, когда люди, человек с георгиевской ленточкой, человек с желто-голубой ленточкой, стоят и спорят, что-то яростно обсуждают. И в каком-то смысле я считаю, что это, в общем-то, идеальная ситуация, так и нужно было поступать. Вот эти бы люди, представители той или иной части общества собрались бы и обсуждали это, никаких проблем не было, никакой войны бы не было и крови, и погибших, к огромному сожалению. Но вот то, что это сейчас случается стихийно перед маршами, они разговаривают, я в этом вижу уже какой-то плюс. По крайней мере, они не бьют друг друга, а разговаривают, они спорят очень напряженно. Вот это очень такой знаковый момент. По крайней мере, люди могут еще находить общий язык. Но, Андрей, если вернуться к тому, о чем я спросила, вот Митя сказала первое. Во-первых, это все вранье про 84%. Людей, которые думают не так, как большинство, больше. Это первая причина, почему пришло столько же или даже больше. Что еще, Арина, почему? Ну, я единственное хочу коротко заметить, что вот лично мой прогноз не оправдался. Я этому очень рада. Я была уверена, что придет гораздо меньший день. Вот, почему вы были уверены? Что все устали, и даже вот я сужу по социальным сетям, ну, на мой взгляд, вот не было такого потенциала. Хотя за два дня до митинга настроение, мне кажется, поменялось. Почему? Вот мое личное мнение, что пришли люди не только вовлеченные в отношения между, там, Украиной или, наоборот, там, пророссийской какой-то позиции. Просто вот эта усталость от того, что нет возможности высказать вообще альтернативную точку зрения, от того, что мы слышим по телевизору, усталость вот от этой пропаганды, совершенно односторонней вот этой точки зрения, повторяюсь уже, она просто настолько велика. Просто самое вот качественное достижение этих митингов и сегодня, я просто в восторге в полном, это лица. Когда ты смотришь на лица людей, которые идут рядом, да, я согласна с Андреем, иногда ты понимаешь, что эти люди очень разные, наверное, где-то в другом месте, может быть, ты бы с ними там не встретился, но вот я на лицах отдыхаю просто, называется. И я думаю, что это вот усталость от этой агрессии и ненавистнической вот такой односторонней лобовой позиции, которая у нас в первую очередь в телевизоре происходит. Нам присоединился Маша Слоним, и, Маш, я хочу вас спросить, ваши ощущения больше-меньше, если не меньше, то почему? Больше. Больше. И почему? По сравнению с весенним маршем, точно совершенно больше. Тоже какая-то усталость от... Вот меня даже удивило, потому что ведь последние дни было масса вбросов. Пугали, и друг друга пугали, и со стороны пугали. Я видела странички вот националистов, скажем так, да, что-то такое, какие-то страшные такие угрозы там шли. И, тем не менее, пришло народу гораздо больше. Да, по-моему, просто уже все достали, достали. Достали. И знаете, что меня порадовало? Я пропустила, наверное, самое интересное, когда там яйца бросали, не знаю, я думаю, бросали. Я не видела. Вас бросали? Да, вот мы прошли под градом яиц на Страстном бульваре в самом начале. Ай-яй-яй, я все это пропустила. Я думала, камни летят, испугалась, честно говоря. А мне как раз, я шла с левой стороны, а с правой стороны видела, что там самые разные флаги, конечно, их все видим здесь. Но рядом были российские флаги и украинские. Рядом совершенно, просто люди шли рядом. И никаких не провокаций, там, я не знаю, о чем они говорили. И говорили, ну, все как-то выглядело очень благостно. Это был марш мира. Такое было впечатление. Да, извините, Маша. Это просто очень впечатляет, что после пяти месяцев пропаганды ты видишь российские и украинские флаги вместе. Вместе, все-таки вместе. Вы знаете, я перед тем, как передать слово другим гостям, с нами Олег Дорман, кстати сказать, вот присоединился к нам, режиссер Олег Дорман. Я расскажу, давайте я поделюсь все-таки своим расследованием. Вы-то честно стояли вот в эти воротики, а я в это время пошла в обход и увидела целую шеренгу совершенно пустых ворот, пустые металлоискатели, за которыми была маленькая группа, небольшая группа людей с флагами Новороссии. Я подошла, и каждый подходил и спрашивал, можно мы сюда пройдем, потому что там толпы, там тысячи, мы с детьми. Нет, сюда нельзя, сюда нельзя, здесь закрыто, здесь проходить нельзя. Тогда я решила вот провести свое расследование и говорю, позовите меня старшего, мне позвали старшего, я говорю, у вас совершенно пустые ворота. Почему мы не можем через них проходить? Он говорит, да потому что мы их охраняем. Я говорю, кого вы охраняете? Он говорит, вот этих людей, вы видите, они стоят в кольце полиции, мы их охраняем, они с флагами Новороссии, мы их охраняем. Хорошо, я, да, я сказала, когда же они пойдут? Он говорит, они пойдут, когда пройдут все колонны, и вот тогда их колонна двинется, сказал мне этот главный. Что происходит потом? Я начала отходить, получив исчерпывающий ответ, и вдруг я вижу, что к этим воротам движется новая колонна, это не колонна, это пять человек, с флагом Новороссии, к металлоискателю. И вдруг их начинают пропускать, их начинают пропускать. И я снова возвращаюсь к этому главному и говорю, а почему вы их пропускаете? Ведь никого уже нельзя здесь. Он говорил, что вначале пропускали, потом нет. Он говорит, потому что это свои, потому что они хотят быть с ними, это их общество, сообщество, их круг. И тут он мне говорит, вы хотите поддержать Новороссию? Тоже проходите. Но против этого я ничего уже не могла возразить, я не хотела поддержать Новороссию, поэтому не прошла. То есть отдельное совершенно сообщество организовало, для них милиция, очень свободный вход, очень комфортный, и охраняли. И я подумала, что не получится ли так, коллеги, которые освещают телевидение, что потом эта колонна пойдет в одиночестве и скажет, вот, пошли люди голосовать, то есть люди требовать Новороссии в Москве. Не получится так, в конце концов? Не получится. Я хотел сказать, как раз я пошел мимо вот этой группы людей, о которой вы сейчас рассказывали, и обратил внимание, и тоже хотел отметить, что там, кроме флагов Новороссии, были еще флаги нацболов. И, соответственно, если сравнить наши марши, то действительно можно сравнивать только с мартовским маршем. А до этого нацболы, они шли с нами. И, соответственно, вот этой группы левого фронта, нацболов с нами уже нету. И кто их восполнил, это действительно, наверное, те люди, которые просто потеряли надежду как-то высказать свое мнение, и все-таки к нам примкнули в этот раз. А ведь и коммунистов не было, правда же? Коммунистов тоже не должно было быть. Коммунистов не было, да, да, да. То есть потеряли в составе. Ну, анархисты с барабанами всегда душевно проскакивали мимо нас. Буддисты, анархисты заменили коммунистов и нацболов. Они, наверное, наш марш используют как пропаганду своих взглядов, да. Хотя я вот всегда фиксирую, это просто в силу привычки профессиональной, что смонтируют, кто был на марше, для того, чтобы потом рассказать российской телеаудитории, что это за люди. Мне показалось, что на этом марше вот таких возможных провокационных картинок было гораздо поводов меньше. Хотя, безусловно, для меня просто верх-то всегда цинизм и вранья, когда был зимний марш в поддержку антисиротского закона, когда он был вообще... Люди шли без всего или с игрушками, с детскими, это не помешало каналу «Россия-1» сказать, что все шли с американскими флагами. И показали какой-то несчастный, ну, в смысле, что маленький был флажок где-то там в окне, американский, и эта картинка шла на словах, что все вышли с американскими флагами. И у меня еще такая вот... Вы говорили как раз про Новороссию. Мы... Я просто скажу, потому что мы шли... Причем не самое начало, наверное, середина колонны. Мы заворачивали вот на Страстной бульвар, где здание Федерального агентства по печати. И стояла ОМОН, который заграждал вот эту вот колонну. И мы поразились. Это не потому, что они совершенно с безучастными лицами стояли вот так вот, опустив глаза. Потому что мы пробежками, вот все, кто там проходил, мы пробежками шли на бульвар, потому что яйца просто неслись эти вот разбитые. Вся мостовая была в разбитых яйцах, и их никто не пресекал. А также могли лететь, извините, и камни, и все что угодно. Но вообще это нарушение закона. Потому что шла согласованная демонстрация, и из-за ограждения охраняемого полицией летели яйца постоянно вот от этой колонны с флагами Новороссии. И там насчет кричали. Но наверху киноцентра Пушкинский выводили людей с флагами Новороссии, я видел. Мы были свидетелями, мы с коллегами шли, мы возмутились этим фактом, что полиция эти действия не пресекала. Может быть, это вот нам так не повезло просто. Но полиция стояла в огромном количестве такими шеренками, и все их фотографировали. Я думаю, каково им, конечно, мимо идут люди и фотографируют, фотографируют, фотографируют. Олег, ну поделитесь вы своим впечатлением на этот раз в сравнении с предыдущим маршем мира мартовским. Что вы заметили нового, другого? Я думаю, это яйца Кащея летели. Яйца вот эти появились. Я ничего не заметил другого. Я каждый раз на этих наших замечательных встречах замечаю, что в стране есть достаточное количество людей, чтобы это была нормальная, хорошая, человечная страна, а не Баба Яга из кошмарного, из сказки русской. Вот и все. Все было замечательно, как всегда. Как всегда? Да. Ничего совсем, но особо замечательного вы не заметили? Нет. Никаких сенсаций? Мы готовы. Мы давно готовы создать хорошую, нормальную страну. Под названием, под брендом России, присвоенным Бог знает кем сегодня. Я встретила в шеренге, в колонии девушку, молодую студентку, которая с некоторым изумлением, оглядываясь и слушая лозунги, говорила своей соседке. Она говорила, почему люди не могут объявить вотом недоверие президенту? Народ. Почему народ не может объявить вотом недоверие? Вот хороший вопрос. Новое поколение. Новое поколение выбирать. Маша Слоним, вот я прошу вас взять микрофон и начать разговор, и по кругу вот так, чего таким маршем можно добиться? И что? Что показали? Чего добьемся, добьетесь вы, те, кто были? Ой, добиться не знаю. Дело в том, что если бы такой марш показали по телевизору нормально, то я думаю, можно было бы чего-то добиться. Ну, хотя бы у кого-то открылись глаза, может быть, может люди действительно не понимают, что происходит. Вот так покажут. Ну, не покажут. Я вот сейчас слышала как раз в машине, что сказали, что пришло 5 или 6 тысяч, а счетчики насчитали 26 тысяч. Ну, для начала. Это такие механические счетчики, ну, там плюс-минус. Первоначальные. Да. Не знаю, мне кажется, это нам дает что-то. Просто какую-то надежду, что ли. Вот то, что сказал Олег. Мы друг на друга еще раз посмотрели и убедились. Ну, не только друг на друга. Там, по-моему, все-таки присоединяются какие-то новые лица. Да. И молодые, что приятно. И молодые. Да. А украинскому конфликту это как-то поможет? Вот с этой точки зрения, я вообще-то спросила, как с точки зрения политической, что этот марш продемонстрирует в правительство Российской Федерации? Ничего. Правительство Российской Федерации, может, даже и не узнает про масштаб этого марша. Ну, а что? Вот вертолетик там летал. Что он снимал? Что им покажут из этого? Что они будут смотреть? То есть, Маша, то, что вы сейчас сказали, это, опять же, для себя. Вот для себя сходили. Это для себя. Я считаю, что для себя. Вот сейчас я предлагаю взять микрофон Галины Михайлов. Галина, Махаева. Галина. Добрый вечер. Здрасте. Галина, между прочим, организатор, один из организаторов этого мероприятия, шествия. Так и есть. Партия Яблоко. И вот Маша только что сказала, что ничего этот марш не покажет правительству. Это бесполезно совершенно им что-то показывать с политической точки зрения. Это, в общем, все-таки для себя скорее, чем для них. А вы что считаете? Чего добьется народ этим маршем? Если ни на что не надеяться, ничего не делать, то надо взять простыню, закрыться и ползти по направлению к кладбищу. Вот и все. Капля камень точит. Вот нам партия Яблоко, начиная с 2003 года, все говорят. Вы умерли, вы умерли. А мы все живые, как видите, не боимся высказывать свое мнение. Ну, я не знаю, рассказывали ли здесь, как прошел марш. На меня очень хорошее впечатление это произвело. Я традиционно веду колонну нашу яблочную. И на прошлом марше я тоже вела. И вот по моей оценке народу было раза в два больше, чем в прошлый раз на марше мира. То есть количество сравнимо, ну, когда с бульваров смотришь, видно же. Вот пришел профессиональный рожа колонны. Или с горы, или на гору, то видно, что там все абсолютно полностью забито. Ну, это означает, что где-то около 100 тысяч было. Это люди, которые не боятся. И не боятся тетушек, которые приходили и устраивали там провокации. Заметьте, как у нас те же названия появляются, что и в Украине уже эти тушки стали общепринятым таким естественным обозначением. Я хочу сказать, что польза от этих маршей, безусловно, есть. Даже если пришло столько же людей, сколько и было, это очень важно. И, конечно же, на это обращают внимание те, кто нужен. Дело в том, что вот если бы была абсолютная гармония, если бы 146% населения хотели бы ада, то этот ад уже бы начался. Как ни странно, нынешняя власть почему-то очень боится даже каких-то микроскопических протестов. Когда выходит 50 тысяч, это типа нервная дрожь и сердечный приступ. Потому что, насколько я знаю, запланированы там чуть ли не на 27 сентября, запланированы марши в поддержку... Обязательно, контр-марш должен быть обязательно. Да, Новороссия. Если есть болотные, то есть лужники. Я, собственно, как журналист, я ходил с таким маршем в марте, просто наблюдал людей. Я думаю, что этот ответ, он будет организован. Во-первых, он будет по множеству городов, там что-то 10 городов, ну, как они умеют, у них вот там, да, все, организация будет, да. И, конечно, и, конечно, вот там и 100 тысяч будет, и 150 тысяч. Это значит, что они просто-напросто хотят перебить цифрами. Но дело в том, что вот эти 50 тысяч, там, или 30 тысяч жалких, несчастных интеллигентов и примкнувших к ним москвичей, это, как ни странно, это, можно сказать, последнее препятствие на пути к вот этому всеобщему единению. И вот главная польза от этих маршей – показать, что все-таки, несмотря на 5-6 месяцев пропаганды, остались люди с крепкой психикой, которые не подвержены ей. Вот что, пожалуй, самое важное. Вот мы сейчас проверим это по звонку в нашу студию. Виктор из Москвы звонит. Здравствуйте, Виктор. Вы ходили, не ходили? Алло, добрый вечер. Здрасте. Да, я ходил на марш. Вот, ну, хочу сказать, вот, свои впечатления, что, ну, в общем, настроение было хорошее, погода отличная, публика прекрасная, вот, но все-таки ощущалось, знаете, разное настроение. Ну, вот, по сравнению, там, я не знаю, вот, с тем же Насахарова, то есть, там какое-то есть ощущение, какие-то вот марши, что, ну, что-то решается, как бы, на, там, условно говоря, на гребне истории, то есть, это какие-то вот такие значимые события, да. А вот это, вот это, да, это, во-первых, прежде всего, как бы для себя, что показать, что, ну, вот, просто это нужно самому выйти и сказать, что вот это есть. И понимание, наверное, что, да, наверное, это, вот, на этот марш правительства, там, и Путин могут не обратить внимания, но если бы его не было, вот, на это бы точно обратили внимание. То есть, если было мало народа, это бы непременно подчеркнули. Вот, и еще я заметил, что все-таки больших, крупных лозунгов практически не было, не было лозунгов. Были самодельные, там, мелкие, ну, всякие разные, есть какие-то вот, которые с тобой, в смысле, тебе согласен, есть другие, вот, но вот каких-то крупных определенных лозунгов как-то было мало. И вообще лозунгов как-то было не слишком. Виктор, спасибо. Сейчас вот Галина даст комментарии по поводу лозунгов короткие, а потом уже Арина. Просто технический комментарий, почему они не были действительно заметили. Ну, наверное, когда человек идет в колонию, ему не видно, и, может быть, он этого не знает. Ну, у нас, например, изъяли лозунг господина Олейник, такой, который отвечает за безопасность. На лозунге у нас было написано «Война с Украиной, позор России». Нам пришлось всю дорогу кричать его просто. И мы были не одни такие. Там довольно много всего изъяли, поэтому их визуально не было видно. Так, Арина. Я просто хотела тоже две ремарки. Мне как раз показалось это отличительной чертой, но, во всех случаях, раньше этого не замечала. Волна шла из аплодисментов по колонне, по бульварам. То есть она начинала снизу, доходила наверх и шла дальше. Это было, мне кажется, очень так символично. А что касается, я, Маша, как раз сказала, по поводу вертолета. Ну, по опыту, по некоторому знанию закулисной этой истории, как обычно это бывает, вертолет, конечно, не зря летает. Они-то получают там настоящую, реальную цифру. Там вопрос, докладывают они об этой цифре Путину конкретно или нет. Но в администрации президента, там, не знаю, у Володины, там, у кого-то еще, безусловно, есть совершенно четкая цифра, по которой они тестируют, собственно, наше настроение, настроение тех, кто против. Потому что именно по численности тех, кто сегодня вышел, мне кажется, будут принимать решение, а разрешать ли в следующий раз. Потому что вот этот митинг, для меня загадка, что они его все-таки разрешили сейчас. Мне кажется, марш, да, марш, да, митинг, да, простите, пожалуйста. Это как раз вот тестирование протестного настроения. И я думаю, что, как это не парадоксально, пусть они говорят про эти пять тысяч там сегодня в итоговых программах, а потом, может быть, вообще скажут про три тысячи. Это для них цифра, потому что они действительно маниакально боятся протестных настроений. И я думаю, вот повторюсь уже, что, к сожалению, печальный прогноз, что, может быть, это был последний протестный разрешенный марш. Я очень хочу ошибиться. Митя, вы хотели что-то сказать? У меня к вам еще вопрос возник за это время. Сначала можно на ваш предыдущий вопрос отвечу? Я согласен с Ариной, что, вероятно, все будет очень плохо. Ничего этот митинг в нашем обществе, к сожалению, не изменит, потому что ходили одни и те же люди, что и раньше, может быть, чуть-чуть побольше пришло тех, кого там просто совсем уже все задолбало. На мой взгляд, очень важно было выйти для себя, для того, чтобы показать друг другу, что это есть, но очень важно, значительно более важно было выйти для того, чтобы показать нашим братьям в Украине, что мы есть, и что в Москве вообще-то не все еще окончательно сволочи сумасшедшие, и что для нас мир с этой страной очень важен, и мы даже готовы идти, потому что выйти на митинг здесь и выйти на митинг в Киеве, это совершенно разные вещи. Да уж. Вот, и для того, чтобы для 50-ти, там, 30-ти тысяч человек это серьезный шаг. Особенно, когда тебе уже больше полугода каждый вечер говорят, что на Украине фашисты. Да, и что ты, если выйдешь, то ты предатель. Поэтому, вот, если нас тут слушают в Украине, пускай знают, что мы есть, и нас много, и не все сошли с ума. На людей производят впечатление именно количество, как это не банально. То есть, когда ты слышишь по телевизору, что это украфашисты, да, и вдруг ты видишь некоторое количество людей, да. Так или иначе, ты начинаешь задумываться, а все ли правда, как бы, в этой версии. Вот к нам присоединился Екатерина Фурман. Кать, что вы скажете? Здравствуйте, Андрей Сбарский пришел тоже. Вот люди до последнего издыхания митинга, шествия были там, видимо. Ну, до последнего, как сказать, митингующего, шествующего, до последнего шествующего. Кать, что толку от этого мероприятия для вас лично, вот, вы видите в нем, что оно может изменить? Здравствуйте. Вы знаете, ну, вот, буквально совсем согласна, что сказал вот предыдущий. Митя. Да, Митя, я, ну, это важно для нас, прежде всего, ну, для меня, вот, просто быть и как-то, может быть, расширить жизненное пространство, которое сузилось очень катастрофически за последнее время. И, ну, опять же, это демонстрация, да, и у меня много друзей в Украине, которые буквально говорят спасибо за то, что ты выходишь и как-то какую-то солидарность проявляешь. Все-таки для них тоже. И, Андрей, вот, Андрей Сбарский, ваше слово. Скажите, пожалуйста, что вы видите, какие реальные практические результаты от этого марша могут быть? Ну, во-первых, нам никому не хочется войны. И сказать это вслух, в общем-то, даже если это противоречит, там, каким-то воззрением, там, не знаю, там, завидам, там, пропагандой головам, если это противоречит, все равно войны не должно быть. Но это же вы никого сейчас не удивите из 88%, или Митя считает, что это чуть-чуть меньше, но они тоже не хотят войны. С моей точки зрения, это вопрос не политический, это вопрос моральный. Вот можно убивать или нельзя? Можно лгать, лжесвидействовать или нельзя? И для меня это просто моя, собственно, позиция, я считаю, ну, просто я считаю, что, во-первых... Ну, Андрей, тогда почему не миллионы, наверное? А можно я добавлю? Мне кажется, что вот это и есть ключ к успеху, если вывести этот митинг и людей, которые на него уходят из политического процесса, если организация будет заниматься не, скажем, партией Яблоко, а просто аполитичные люди, то это будет правильно. Потому что мы уйдем от политических лозунгов и придем к обычному простому, только за мир. Вот и все. Можно, извините, поскольку Яблоко упомянули, я не могу не ответить. Ну и будет вот как у нас было в 2012 году с белыми шариками, с ленточками, походили, походили, а потом нам влепили вот эту самую Украину. Я хочу еще две вещи сказать, которые, как мне кажется, очень важны. Первое. Люди не побоялись, хотя они прекрасно знают, кто они такие. Им это все уже объяснили по телевизору, что они пятая колонна. Сказали, да, мы пятая колонна, и мы не боимся. Первое. А вы шестая палата. Это дорогого стоит. Вы знаете, шестая палата... Не, 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 Галя, не вы, не. То есть они людям, люди говорят власти, это вы шестая палата. Кстати, о шестой палате. Вот те самые провокаторы, которые на нас там накидывались, ну это точно из шестой палаты. Это какие-то совершенно невменяемые люди. Их специально выпустили сегодня, 1 сентября под это шествие. Их специально выпустили, впечатление, знаете, такое, они специально отобрали вот это какие-то супернашисты или супермолодая гвардия. Они с безумными глазами. Слушайте, я призываю вас к трезвости. Провокаторы это настолько нормально и естественно. Нормально? Этому не надо, не стоит даже удивляться. Нас это будет преследовать. Вы знаете, я совершенно не удивляюсь, я не первый раз хожу на митинги. Жан, это же, да. Калина меня зовут. Жанр. А, извините, пожалуйста. Извините. Нет, я не удивляюсь провокаторам. Я удивляюсь, какие они беспомощные, бессмысленные и безумные. Вот этому я удивляюсь. Слава богу, что они такие. Пока они с нами ничего не могут сделать. Потому что на путинги, которые потом состоятся, придут не такие. Вот, давайте так. Вы снова перевели нас к путингам. И я хотела задать один вопрос, на который, может быть, мне кто-то ответит. Смотрите, вот Маша спрогнозировала 100 тысяч, 200 тысяч, потом в поддержку, ну, по аналогии, болотное, там, 50 тысяч, лужники 200 тысяч и так далее. То есть по аналогии должны вывести в конце сентября людей за Новороссию. С другой стороны, власти совершенно, ну, как вы знаете, публично, открыто и так далее, подчеркивают, что нет, 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 мы не за Новороссию, мы не за конфликт, мы за мир и так далее. То есть официальная позиция не Новороссия. В официальную позицию Кремля Новороссия за Новороссию не входит. И когда они проводят свои митинги, маленькие, вот митинги за Новороссию, я была, он крохотуричный, там тысяч человек, там нет ни одного представителя власти. Вот в этом есть какое-то противоречие. Да, вот за что, да. Проведут мир за митинг в поддержку Донбасса. Мне кажется, что всем нам стоило бы на него сходить, на митинг за мир вот в Донбассе, в Донецке. Организованный Кремль. Какая разница, мир, кем он организован, это, ну, будет пригласно. Но вы, митинге, конечно, понимаете, что, тем не менее, там будут флаги Новороссии через один. Тут вообще очень сложное для идеологического фронта государственного. Поэтому я и говорю, что нужно вывести из политической повестки дня это все. Но вы пойдете туда, вот на митинг? Если будет митинг за мир, пойду, конечно. С флагами Новороссии через один. Не важно, какие флаги. Если митинг будет организованный тем, кто развязал эту войну, они будут говорить, мир это война, война это мир, ну, чистый Орвел, да? И вы пойдете их поддерживать? Ну, вперед из песни. Я пойду не их поддерживать, а мир. Нет, ну, для них-то мир это война. Путин-то говорит, что он один за мир борется во всем мире. Один. Он говорит, больше никого уже нет, я один остался. Мне кажется, что понятие мир, оно для всех одно и то же, кто бы его ни говорил. Мир это не война. Я видела лозунги ДНР за мир. Я хочу сказать вам, поскольку я смею сказать, что больше многих смотрю телевизор, вот после прошлого мартовского митинга, который тоже, как мы помним, был за мир, ведь по телевизору не говорили о том, что это был марш мира. Это говорили, что вышли люди, которые поддерживают бандерасов, фашистов и так далее, которые живут на Украине. Это было ровно так. И поэтому вообще, в этом я начала говорить, это вообще идеологическая такая сложная задача. По идее, любому нормальному человеку поддерживает он Путина, не поддерживает он Путина. Марш мира, он означает, что это мир, да, он против войны. И поэтому, если, например, название этого марша бы звучало на государственном канале, на том, на государственных каналах, то зритель бы подумал, ну а что такого плохого, они за мир вроде вышли. Они не называют даже название этого марша. Они опять скажут, что 5000 человек вышли поддержать украфашистов. Вот у меня только один интерес. Они по сравнению с мартом как-то изменят официальную трактовку вот сегодняшнего мероприятия. Они как его будут называть? И как они будут выдергивать из контекста, зачем пришли даже пусть эти 5000 человек? И еще технологическая тоже задача. Мне всегда это очень интересно. Ведь надо же, вот в марте они искали уже там, когда заканчивался марш или в самом начале, такие прореженные островки людей, когда они либо только приходили, либо уже расходились, чтобы, ну, более-менее как-то цифры 3000 человек, она сочеталась. Потому что я сегодня смотрела, где стоят машины с тарелками, флайки. Я видела только машину Russia Today. Может быть, я была невнимательна, но я на трубной видела только Russia Today. И ни первый канал, ни «Россия», ни «Звезда», которых обычно очень много, я не видела. И еще одна деталь... НТВ снимает 5000 друзей фонды. Да, и еще я сегодня обратила внимание, уже на проспект Сахарова, когда мы свернули, стоял корреспондент Deutsche Welle с камерой. И он писал стендап свой на фоне вот этой большой толпы. А я шла с коллегами и говорю, надо же, вот еще несколько лет, там, 6 даже назад, российский микрофон, мог бы быть, вот корреспондент писал стендап на фоне такого большого количества людей. А сейчас представить себе, чтобы они просто записали стендап, даже пусть бы они сказали, что это все хунта, да, сзади идет, что это там 20 друзей хунта. Они не могут, потому что там видно, что там очень много людей. Бедные, как улыбки. И это может позволить себе только западная компания. Я перед тем, как передать слово Андрею Архангельскому, все-таки предлагаю послушать с Карачаевой Черкесии. Алексей звонит. Алексей, здравствуйте. Вы, конечно, не ходили на Марш Мира там у себя в Карачаевой Черкесии. Здравствуйте. Ну да, конечно, я откуда могу пойти. А хотелось бы? Да нет, у меня такого настроения нет. Вот я хотел бы сказать, что 2 сентября 2014 года Америка объявила войну России. И вот Путин бы, по логике, должен вести военное положение. Ну, в России, с таким объявлением. Вы огорчены, что не ввел. Надо потребовать, правда, Алексей? Ну, конечно, это надо потребовать, чтобы в военное положение. Ну, да. И вот это исходит из того, что вот Украина напала на Россию, и там, ну, напешки, там обстрелы. Спасибо, Алексей, большое. Я уже знаю тему следующего митинга в Карачаевой Черкесии. Пожалуйста, Андрей. Я подумал, у меня сегодня перед маршем была такая, как бы сказать, мысль не очень скромная, что, может быть, нам всем повезет в этом столетии. И вот эта жалкая кучка, эти 50 тысяч людей, могут остановить, ну, по соотношению с остальным населением России, могут все-таки изменить вот этот привычный шаг истории, да, от одной войны к другой, от одного безумия к другому. В этом есть какая-то надежда. Единственное, что я хотел бы сказать еще по поводу марша, здесь нет, здесь, как бы, это не повод для особого самолюбования. Это все, что мы можем сделать. У нас, к сожалению, там нет каких-то особенных единичных протестов. Разница между одним маршем и другим, это, там, два месяца, если не три. Мы, на самом деле, у нас протестная активность очень невысокая. И со стороны Украины это так видится, что нам иногда разрешают выйти. То есть это, на самом деле, по украинским меркам, это детский лепет, это просто смешно. Вышли, там, раз в три месяца на марш. Андрей, для России вы только что сказали, что протестное настроение очень низкое, слабое, и 50 тысяч это много. Это очень важно, это очень хорошо, но, как бы, надо понимать, что эта протестная активность, она должна быть активностью. Вы знаете, я хочу возразить, потому что вообще известно, что не более 10% во всех стран населения активного, которое готово ходить, протестовать, остальные все сочувствующие. Только в уникальные моменты истории на улицы выходит 890 тысяч или миллион. Ну, раз в 20 лет где-то так, в трансформирующихся странах. И я бы с вами не согласилась, вот я этим занимаюсь и практически пишу об этом книжке, эта активность, она не пропала, она ушла вниз. Сходите на митинги против уплотнительной застройки, за свой парк, за свой лес. Какая-то часть из них пришла и на политический митинг. Но какая-то, точнее, вот на эту демонстрацию, да, какая-то часть тех, кто не ходит бороться за лавочки и за детские площадки, пришла сюда. Вот это дает кумулятивный эффект. И вы учтите, что пришла, опять же, ну, наверное, одна десятая часть из тех, кто мог бы прийти. И это, конечно, заставит власти задуматься. Я не такая пессимистка. Я думаю, что все-таки ситуация изменится в ближайшее время. Надо заметить, что митинг запретили в Санкт-Петербурге, в Томске, в других российских городах. И даже на запрещенные митинги какое-то количество людей вышло. Пусть их было бы немного, но это было бы больше, но там-то запретили. А я почему не говорю? Я думаю, что в Москве все-таки тестировали, как в центре страны, тест проводили на протестное настроение. Мне все-таки интересно, что Кирилл Ляц ответит по поводу того, если завтра власть объявляет марш за мир. Большой марш за мир. Я бы для себя понимала, почему бы я не пошла, потому что я понимаю, что любой марш за мир под экидой власти превратится в марш в поддержку политики Владимира Путина, Кремля и так далее. Я это понимаю, что он таким будет. Но вот вы бы пошли на марш, просто объявленный как марш мира, только собранный у вас там на заводе, в трудовом коллективе, где-то еще, где-то еще, где вы работаете. Ну, я хожу на марш только по велению своей совести, и поэтому вряд ли бы пошел по призыву своего трудового коллектива. Я бы даже точно не пошел, в отличие от Мити, но с какой-то политической точки зрения идея такого внедрения в государственные митинги с такими миролюбивыми позициями и проталкивание через них каких-то своих гуманистических ценностей, чего нельзя сделать оппозиции через телевидение центрально, такая идея, наверное, имеет право на жизнь, но ей кто-то должен заниматься, ну, Митя Олешковский и кто-то еще. Если этим заниматься, так сказать, сознательно и профессионально, то, может быть, как место для пропаганды, такой правильный, гуманистический, это было бы, наверное, разумно. Интересно, как, вот, смотрите, вот человек идет, вот колонна, это очень интересная, вообще, мне кажется, тема, вот идет колонна проправительственная, вот этого марша с хорошим лозунгом «За мир», и в ней появляется женщина с желто-голубым зонтиком, и вторая женщина с желто-голубым бантиком, и что с ними происходит дальше, как вы считаете? Ну, все зависит от настроения этих людей, если они совсем все пришли на знарядки, им все равно, то есть с женщинами будет все в порядке. А вот если бы они попали в коллектив, который вы видели и я видел, который был огражден ОМОНом, то, может быть, конечно, они бы и пострадали физически. В этой связи, я думаю, что государственные митинги для них не являются каким-то местом страха, и если они мужественные тетушки, они могут туда прийти с такими зонтиками и бантиками, и ничего с ними не будет. Наверное, даже это было бы интересно, украсить картинку Первого канала. Вряд ли, так сказать, если будет 20-30 таких бабушек по всему митингу, то наверняка пару бантиков в кадр попадут. Я думаю, что сейчас Арина расскажет вам, как вырежут, как отрежут их бантики и зонтики. Я думаю, что наоборот, как раз флаг покажут, мы уже тоже сегодня это обсуждали, украинский флаг покажут. Я думаю, что как раз на, ну, я могу просто по опыту сказать, да, скажут, что вышли украинские националисты или там московские скрытые друзья-хунты, бандеровцы и так далее. Нет, украинские флаги будут сегодня показаны, но я думаю, что их перевернут на 180 градусов в контекст происходящего. Разворачивать, а там флаг Новороссии. Да, мне больше было бы интересно, вот точно что вырежу, то что мне очень понравилось, у некоторых были два флага, российский и украинский. Я видела маленькие такие флажки, я видела большой, там российский триколор, и к нему тоже был украинский флаг. Ну, двух-трех человек я точно видела. Мне вот это понравилось, но вот такая картинка точно не должна попасть ни под каким видом, потому что ее сложно будет очень трактовать. Мне кажется, что тут очень-очень важно, чтобы они не хотели говорить, они все равно покажут. Очень важно все-таки вот именно для людей, которые имеют другую точку зрения, доносить свою точку зрения, доносить правду, доносить вообще. Даже на самом деле не нужно их ни в чем переубеждать, нужно им просто объяснить, что есть возможность получить информацию не только из первого канала или второго. Ну, просто можно открыть хотя бы там журнал New Times, например, или послушать радио Свободы, или радио Эхо Москвы. Не говоря уже о том, чтобы зайти в интернет и посмотреть украинские СМИ какие-то, хотя там тоже полно всего сумасшедшего. Но объяснить людям о том, что можно каким-то образом получать информацию из разных источников, это важнее, чем... Ну, просто они все равно по телевизору до последнего будут показывать все не так, как есть. Можно я скажу два слова? Только Андрей Сбарский давно рвется, а потом... Это маленькая реплика. Вот когда там говорят о внедрении в колонну, я как человек, который застал советские демонстрации и ходил на них, будучи юным, я вот как-то вспоминаю, что только один раз на всех советских демонстрациях в 88-м году появился какой-то иной лозунг. Потому что, когда проводятся такие демонстрации, какой зонтик? Какой зонтик? Там человек с этим зонтиком только к ней подходить будет, к этой вот демонстрации, его уже не будет. На одной из демонстраций даже стреляли в мавзолей, насколько я помню. Это было уже после того, как были сняты те ограничения на демонстрации. Это уже был 88-й год у нас, 87-й. Ну, гораздо раньше это было... Нет, это был 87-й год. Стреляли по Спасским воротам в момент приезда космонавтов, это была история 69-го года. Больше никаких инцидентов на Красной площади не было, поскольку что-что организовывать это дело, уровень организации сохранился. Так что, просто это всё фантазии и химеры. Более того, даже если эпизод происходит, вы никогда его в жизни не видели на экранах. Всё, что может быть по этому поводу, короткое сообщение, что да, были там инциденты с провокаторами, органы разбираются. Всё. Так что в это я не верю. Вот, простите, я, может быть, скептик, но возможность вот такого вот как бы внедрения... Я думаю, что Маша у меня согласится, да? А в том, что возвращаясь опять-таки, вот функция, вот очень важная функция этой демонстрации, это, во-первых, преодоление. Преодоление того, что нагнетался страх. Будет это, будет это. Вы видели комментарии в Фейсбуке, которые шли на страницах организаторов демонстрации? Что мы раздаем эту гадину. Я просто, я читаю это так внимательно, что мы там это забросаем. Более того, на месте, где было назначено, они действительно собирались. С этими самозванными ленточками, на которые имеют право только лица, награждённые этими двумя орденами. Орденами медали, простите. Вот. Так. Это преодоление страха. Это выражение собственной позиции. Для... Ну, для меня, по крайней мере. И я хочу сказать, вот, это ещё возможность увидеть очень много достойных людей. Я вот, что на марше 15 марта, что сегодня, я вот сегодня просто вот был в окружении и встречал сегодня такое количество людей, которые мы только списываемся или там разговариваем. Это для меня было очень важно. Там, не знаю, там, от вот моего, ну, как бы, вот, коллеги там по журналу, вот, Андрея Архангельцева, до профессора Васильева, из вышки, которого я встретил, там были просто достойные люди. Это очень важный момент, потому что если вот включить телевизор, я, вообще, телевизор очень давно не смотрю, такое впечатление, что у нас в стране не осталось достойных людей. Это неврастеники, постоянно лгущие, постоянно рассказывающие сказки. Люди, не стесняющиеся рассказывать о зверстве украинской армии, предъявлять фотографии сирийской убитой девушке в военном звании полковник, предъявлять это без всякого стыда. Вот, смотреть это, представляется впечатление, что у нас вообще Россия, ну, вот, вот, действительно, ну, страна каких-то, вот, ну, лгунов и мерзавцев. На самом деле, это показатель того, в 68-м году вышло 7 человек, так, до сих пор эти люди, вот, к сожалению, вот, там, из меня люди, как бы, остающиеся примером, там уже, ну, вот, не стало, там, Наталья Евгеньевна. Значит, вот, они тогда спасали честь. Для чехов они до сих пор хранители чести. И те, кто сегодня это делают, они во многом выполняют, так сказать, вот, ну, все-таки достоинства России. Россия уж не такая мерзкая страна, как ее представляют по нашему телевидению. Понимаете? Я абсолютно согласен с тем, что вы сказали по поводу смысла этого митинга, но для меня этот митинг еще и некая компенсация потерянных друзей, надо сказать. Что вот с того периода, как началась вот эта операция, украинская операция, с 24 февраля, достаточно много и фейсбучных, и реальных друзей, и даже часть родственников я в своем общении потерял. А в фейсбуке очень много. То есть теми, с кем я шел, там, и на Болотный 6 мая, и в феврале, когда там мы мерзли при минус 30 градусов, их уже многих нету среди моих людей, с кем я общаюсь. И то, что мы сегодня пришли, это мы хотим еще и компенсировать вот эти потери, которые для нас, на самом деле, морально достаточно страшны, потому что я вот до сих пор не понимаю, как я себе объясняю, почему я не могу с этими людьми общаться. То есть я их, конечно, никуда не посылаю, но они сами себя послали из моего общества, и их у меня нету. И я, конечно, хотел бы, и участвуя в таких митингах, понять, что я могу найти других людей, с кем я могу быть единомышленником. Я продолжу эту мысль. Маленькая ремарка и по поводу того, что есть альтернативные источники информации, и по поводу друзей, родственников и так далее. Нет, к сожалению, те, кто пользуются альтернативными источниками, они ими пользуются, они телевизор не смотрят, вот как сосед мой. А те, кто привязан к первому-второму каналу, это провинция, это люди низкообразованные, ну, условно говоря, люди не с очень высоким уровнем культуры. Они не пойдут в интернет, они не будут слушать радио «Свобода». Там уже всё немножко по-другому. Вот мне один молодой человек это очень чётко на пальцах объяснил. Он сказал, что там дело не в этом. Дело в том, что как ты запрограммирован, ты ровно то же самое будешь искать и в интернете. Ты будешь сидеть на тех сайтах, которые обслуживают идею Новороссии в интернете тоже. То есть там уже нет такого... Конечно, конечно. Разрешите, я бы хотела продолжить. Буквально одна фраза ещё. И власть это совершенно сознательно делает. Она языком ненависти углубляет вот это ущелье между людьми разумными и людьми совершенно зомбированными. И это, конечно, страшное дело. Да, но процент зомбированных людей, как вы говорите, он ведь просто увеличивается семимильными шагами. Это, к слову, о потерях. Потери, мне кажется, за это время с февраля по сентябрь, я думаю, что, может быть, каждый так или иначе понимает, понимает, что, да, там виртуальные друзья, родственники и друзья реальные, коллеги, с которыми ты там десятилетиями работал, они радикально поменяли там точку зрения. Таких людей очень много. Вот нельзя недооценивать воздействие. И я с вами, конечно, не соглашусь, что только низкообразованные люди сейчас смотрят эти программы. Маша очень точно сказала. Но мы же с вами не ищем информацию, включив программу «Время». В лучшем случае мы ее включим только для того, смотрим, чтобы понять, а что нам предлагает власть, а не для того, чтобы узнать там информацию. Мы сидим на каких-то других тех немногих сайтах и средствах массовой информации, которые мы понимаем, какую точку зрения там можно услышать. И также с людьми, которые поддерживают целиком политику власти и Путина в отношении Украины. Поэтому я бы не стала говорить, что там только низкообразованные люди сейчас смотрят государственные. Я бы не стал говорить вообще про низкообразованных людей. Они бывают разные. Ну, Кирилл же только что сказал, что потерял интеллигенцию в своей передаче. Нет, тут вопрос в том, умеет ли человек просто критически мыслить или нет. Мне кажется, это странно. Но еще я хочу вам сказать, что я своими собственными глазами присутствовал, при том, как человек, который выступал за идеи Новороссии и рассказывал о том, какая страшная киевская хунта, когда он получил неопровержимые доказательства присутствия российских военных в Украине и просто увидел фактически вот этих вот пойманных десантников, которые признаются, и узнал про трупы, он сказал, ого, а я не знал. И у него ситуация изменилась в его голове. Понимаете? То есть это возможно. Достаточно просто подойти к нему и сказать... Которые говорят, русских войск в Украине нет. Говорят, это неправда. Даже Путин признал, что они там были. Понимаете? Вот это нужно им сказать. Узнайте об этом. Отсутствие информации — это полбеды. Дело в том, что там даже если бы власть хотела сдать немного назад, мы знаем сейчас, вот и Арина подтвердит, что там какие-то определенные ключевые слова зомби исчезли из радиоэфира и телевизионного эфира. Но возникла другая ситуация. Я там слежу по радиоэфиру, например, пропагандистскому. Это совершенно узнаваемый тип человека. Это тип зрителей, слушателей, воспитанного вот этим адом. Он звонит в эфир и требует войны. Он говорит, я за мир, но надо дожать. Надо дожать укров, говорит он. Надо воевать. Зачем мы остановились? И это достаточно определенная такая ярко выраженная категория людей, воспитанная именно ящиком, именно радиостанцией и всем этим поносом. Ну, конечно, потому что даже если отказались от слова «хунта», то осталось слово «каратели» и общая гадкая тенденция сохраняется. От слов-то отказались, да, но эта энергия осталась. И какая-то часть людей этим заражена. То есть она просто инфицирована. Что делать с этими людьми, это, пожалуй, сейчас основная проблема. Что сделать с этими людьми, которые хотели вот этой компенсации и, так сказать, в их представлении ее не получили? Я хочу задать Марше Слоним один важный вопрос, на мой взгляд. Просто коротко расскажу, что разговаривал с одним политологом, либеральным достаточно человеком, который сказал, как можно идти на этот марш. Это марш в поддержку Украины. Как можно поддерживать Украину в ситуации, когда мы с ней воюем, говорит мне этот человек, и оппозиция совершает глупость, когда она поддерживает Украину. Я ему сказала, что это не марш в поддержку Украины, это марш против участия России в войне. Вот все, как я понимаю, смысл этого марша. Но как вы считаете, в этих лозунгах, которые вы сегодня видели, это было четко проговорено, что это за марш такой, чего хотят эти люди, чего они хотят? Вы увидели, что это марш против участия в войне России или нет? Нет. Нет, вот этого не было видно. Да, мир, мы за мир, там, против войны, но против участия было несколько лозунгов. Но как-то это не было. Ну, может, даже и хорошо, что это не было. Я не знаю. Во-первых, может быть, люди и боялись. Тогда в каком смысле мир? Потому что было предупреждение, чтобы не было никаких там резких, каких-то провокационных лозунгов. Может быть, что-то изымали и... Вот, действительно изымали. Не знаю. Ну, вот по лозунгам этого не было видно. Почему? Я слышал, верните российских солдат, например. Вы знаете, самый главный утвержденный баннер, основной баннер, он звучал следующим образом. Хватит врать и воевать. Ага. Потому что просто хватит воевать, это же очень... Нет войне, это же можно обращать к Украине. Хватит украинцев воевать на Донбассе, например. В том-то и дело, почему я и говорю о четкости, о том, почему люди в Москве идут на антивоенный марш. Хватит воевать с мирным населением, извините, пожалуйста. Чего? С мирным населением хватит воевать. Ну, все, что угодно. То есть, может быть, все, что угодно. Но не то, что вот то, что мы услышали. Я не знаю, мне показалось, что... Нет, было против войны, скажем так. Против войны вообще. Ну, вы знаете, очень много... Тогда непонятно, почему писать. Очень, очень... Тогда непонятно, почему они миллионы. Понятно, что у нас уже все... Много-много украинской символики, украинских флагов. И это, собственно, была тоже знаковая вещь. И венков, да. Понятно, что у нас много стало уже и зоповым, в том числе и марши. Поскольку слишком активно пропагандировать какие-то политические ценности сложно, это все пресекается и еще больше обличается там властными пропагандистами. Поэтому понятие «выйти на марш мира», оно подразумевает для многих еще и другие совершенно ценности, связанные какими-то с политическими предпочтениями. Поэтому достаточно однородная группа людей вышла на марши, которая и ходила и до, и на Болотную, и на Сахаровой. И мы все эти лица видели, и они понимали, зачем они приходят. Что будет дальше? Это последний марш на военную тему? Или они еще будут продолжаться? Галина, может, вы скажете нам... Поделитесь своими творческими планами. Я думаю, что обязательно будут. И я думаю, что вот то количество людей, которое пришло сегодня, внушает очень серьезную надежду. И более того, в Москве это удалось, а в других городах там людей и забирали, это наши уже сообщали. Это будет продолжаться, будет продолжаться в разной форме, потому что люди не боятся быть активными, не боятся быть пятой колонной. Для них это сейчас не страшно. Мы завершаем на этом программе «Лицом к событию». Она была посвящена участию всех, кто здесь был. В марше мира попытались подвести итоги самые предварительные, остальное читать в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова